МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мне не нравится, какая я сейчас, мое отношение к моим близким. Мне не нравится, как я веду себя. Я понимаю, что я заслуживаю все лучшего. Привет, Ксюша. Привет. Как зовут? Оля. Ну, рассказывай, зачем пришла? Хотел бы почувствовать себя более женственной и хочу соответствовать семье своего мужа. Семья мужа занимает разные должности в нашем городе. Свой бизнес у нее. Какие-то мероприятия часто семейные или еще какие-то дни рождения проходят. Вот, приглашают меня, соответственно, и надо соответствовать ним. Вот. В свое время у меня была сделана тренировка. Боже мой, что это такое? Я думала, это у тебя кофточка под низом. Ну-ка, покажи, это еще дальше есть? Все. А это докуда? Ну, вот, она, в принципе, заканчивается. Вот это вот ты себе придумала, конечно, на всю жизнь. А ты что, как в каком-то движении следовался? Или панки, рокеры и так далее? Что-то такое? Нет, наверное. Ну, как бы была компания, да, там, альтернативная музыка была. Ну, я не знаю, повлияло это она именно на меня или... А муж вообще какое-то отношение имел к этой твоей компании? Он такой же тоже с пирсингами? Нет, ну, раньше, да, он тоже слушал такую же музыку. У него есть татуировка на ноге, как бы, на ноге совершенно, естественно, незаметно. Угу. Вот. Ну, сейчас он занял должность отца в автошколе, занимается, ну, директор теперь автошколы. Вот, соответственно, он изменился, он у него рубашки, брюки. Скажи, пожалуйста, ну, родители что не устраивает в тебе? Ну, вот что, что у тебя татуировка, и поэтому они тебя не принимают или что? Татуировка, мой тяжелый характер. Что ты хочешь изменить? То есть ты хочешь отказаться от всего этого, правильно, сейчас? Да, конечно, я хотела бы одеть каблуки, хотела более женственные выиграть, хотела бы одеть платье, которое, соответственно, наверное, уже с длинным рукавом. Как ты одеваешься вообще? Ну, в основном, кроссовки, штаны какие-то широкие, чтобы где-то скрыть, которые я считаю, недостатки есть. Угу. Толстовки. В основном у меня весь шкаф, а не толстовки. Ну, то есть в душе ты такая 16-летняя девчонка с плеером в ушах, то, что сейчас у тебя есть семья, дети и так далее, это немножко, так скажем, рановато. Наверное. То есть ты еще в душе вот осталась там. Да. Но хочешь все это изменить? Да, очень. Здорово. Ну, я думаю, главное желание, на самом деле, если оно есть, то надеюсь, что все получится. Ну, все, пойдем исправляться. Все, хорошо. Открывай уже скорее. Ну что. Кто у нас сегодня? Аксинья нам расскажет, как звать. Ее зовут Оля Кузнецова. Слушай, с правильными чертами лица, прям Бриджит Бордов. Рассказываю. Абсолютно успешный брак. Двое детей, при этом ей только еще 23 года. Она замужем за мальчиком, у которого очень успешная, там, богатая семья. Все у них в порядке. Но у нее протест против всего. Женили, детей она рожала, значит, а хочу гулять, тусоваться. Мама его не нравится ей, прям все против нее. Мне непонятно, на что повелась, на деньги, там, на что, да. Ведь, в принципе, вышла же замуж, начала рожать детей. А что она рассказала? Она не любит его. Не любит? У меня полное ощущение, что она его не любит. Но она в этом не признает. Нет, как бы, знаешь, я умею читать между строк, поэтому я это прочитала. Возник вопрос любви к детям во всей этой истории. У меня тоже, если честно. А что там и так? Ты понимаешь, есть ощущение, как будто дети ей во всей этой истории мешают. Понимаешь? Мешают в чем? Кусить, кутить. Личной ее, персональной. Я говорю, у меня ощущение, что она считает себя узницей. Ну, может быть. Хочет вырваться. Протесты на детей, на мужа распространяются и на маму мужа, на всех. Нет, ну она просто еще достаточно молодая девушка, и ей действительно хочется кустовок. Ну, не двое детей. 23 года, двое детей. Она не нагулялась, не наигралась. Она не осознает этого. Конечно. С одной стороны, это такой подростковый протест, с другой стороны, ты почувствовала, ну и услышала, то, что, в общем-то, наша героиня и к мужу прохладная, и к детям прохладная. Ну, получается так. Да, и получается тут букет. Ну, в общем, не знаешь, за что браться. Понятно, что Ольге плохо. Ну, в душе плохо. Это точно. Ну, давайте тогда, что, собственно говоря, все задачи, по-моему, ясны. Сделаем из нее леди красотка. Спасибо. Леди свет. Пойдемте. Да. Когда я познакомился с Олей, Ольга была совершенно другим человеком. Ну, не совершенно другим, но, как бы, естественно, она была немножечко другим человеком. Более раскрытым, более такой легкой на подъем. До сих пор я не понимаю, за что. Он полюбил меня, за что, как я могла быть, и мужчина меня вниманием мог обратить. Уже прошло 4 года, как мы живем вместе. Я понимаю, что у нас уже какой-нибудь должен быть этап, другое будет отношение. Пришло время взрослеть, вот, а я даже не могу этого делать, не получается у меня это. Почувствую себя как-то мамой, чувствую себя, что всяким подростком каким-то. Ну, не чувствую себя в своей тарелке. С ними, как воспитать, как будто сиделка. Вот, как будто сейчас мама другая придет, взрослая уже такая вся, женственная такая вот, да, и начнешь, и все, и будет заниматься дальше своими детьми. Бывает, злюсь на детей, бывает, что, если, возможно, не они бы, у меня жизнь могла как-то сложиться по-другому. Я сейчас понимаю, что упустил какие-то моменты, возможно, в жизни. Не знаю, как-то, как будто бы они чем-то виноваты, навредили мне. Она не чувствует себя счастливой, она ее человек. Если в общих чертах, я бы ее охарактеризовал как девушку, которая очень-очень быстро стала мамой двоих детей. Иногда мне кажется, что я обижена на мужа, соответственно, на детей. Дети и за мужа, скажем так, да, не было бы мужа, не было бы, возможно, детей, не было каких-то проблем. Ну, неоднозначно ее дети изменили. Естественно, от этого, как бы, я страдаю. Максим достоин больше любви, чем я ему даю. Чувства у меня есть по нему. Любовь, не любовь. Я не могу сказать. Да, я не знаю, я могу сказать, что я не умею любить. Наверное, у меня просто каменное сердце. Наши чувства, я думаю, что не охладели. Я думаю, что они просто застыли в определенный момент. И просто нужны немножечко какие-то, может быть, события, чтобы они начали развиваться заново. Я понимаю, что своим поведением, своим отношением к мужу я могу рано или поздно разрушить этот брак. Вот, пока не могу сказать, готов ли он меня терпеть дальше, насколько он готов. Но в данный момент, я думаю, он будет терпеть. Я хочу увидеть свою жену более спокойно, чтобы она понимала, что она находится на своем месте, а не на чужом каком-то. Далее в программе. Судя по весу, шкафа два, наверное, ты привезла с тобой. Это то ли новогодний шар, то ли это фольга, непонятно. То есть тебе выгодно, чтобы этот конфликт был жив? Да. Я недовольна своей улыбкой, хотела бы красивые, бласнежные зубы. Ольга, скажите, пожалуйста, что вас не устраивает в вашей улыбке? Меня не устраивает скола на зубах. Так. А нет одного зуба? Ну, давайте тогда сделаем рентгеновский снимок, посмотрим, есть ли там условия для имплантации, что можно сделать. И потом мы с вами составим план лечения. Договорились? Хорошо, договорились. Ну вот, смотрите, мы сделали рентгеновский снимок. У вас очень хорошие условия для имплантации. Сейчас есть возможность поставить имплантат, и, в принципе, мы на него сразу сможем сделать временную коронку, и вы сможете жевать этим зубом. А через 3-4 месяца мы поменяем временную коронку на постоянную, и вы будете этим пользоваться. А что касается передних зубов, мы там сможем сделать реставрацию. Зубы при этом не обтачиваются, мы просто наращиваем края, которые сколоты. А они будут отличаться от своих зубов? Нет, отличаться не будут, но если вы сомневаетесь, давайте сделаем компьютерное моделирование. И вот вы сможете посмотреть, как выглядит улыбка после того, как мы сделаем реставрацию. Хорошо? Хорошо. Ну что, Оля, готовы увидеть, как будет выглядеть ваша улыбка? Да, конечно. Давайте посмотрим. Здорово. Посмотрите, полностью закрыли режущие края, и они действительно отличаться не будут. Нравится? Красиво, конечно. Ну что, тогда приступим? Да. Давайте. Привет. Меня зовут Юра. Оля. Очень приятно. Юрий Столяров. Звездный визажист. Я буду заниматься твоим лицом. Но прежде чем накладывать макияж, делать финальные приготовления, и вообще пройти всю процедуру перезагрузки, тебе нужно обратиться к косметологу. Ты вообще часто у них бываешь? Нет, нет, никогда. Я тебя познакомлю с замечательным врачом, который займется твоей внешностью. Мы сделаем ее более гармоничной, ты станешь более свежей. И я думаю, есть некоторые процедуры, которые помогут тебе сохранить молодость надолго. Готова? Готова. Пойдем. Оля, знакомься. Врач-косметолог Макс Адам Шерер. Очень приятно. Он сегодня будет заниматься твоим лицом. В первую очередь, Макс, мне кажется, что здесь кожа требует некоторого вмешательства. Здесь носик требует внимания, расширенной поры. И я вижу темные точки. И я вижу некоторые возрастные изменения уже. Оль, нахмулься, пожалуйста. Да, у нее очень активная мимика. Понимаешь? Я бы расслабил определенные порции мышц для того, чтобы стереть морщины, которые только что образуются. Здесь нужно брать морщинки на лбу, возможно, вокруг глаз. Угу. И подумать по поводу мимического компонента носогубной складочки. То есть, опять же, для профилактики. Да. И все это будет выглядеть очень естественно, очень натурально. Красиво. Красиво. Гармонично. И поможет очень долго оставаться молодой и красивой. Очень частые проблемы, с которыми обращаются ко мне пациентки, это ранние формирующиеся мимические морщины лба. И очень многие специалисты колят для этого ботокс или другие препараты. Сейчас есть альтернативный путь. Постановка тонких нитей, которые приподнимают очень естественным образом линию бровей. В результате чего пациентка перестаёт хмурить лоб, и морщины сами исчезают. Проходи, пожалуйста. Привет. Привет. Меня зовут Катя Веселкова. Оля. Я стилист перезагрузки. Екатерина Веселкова. Московская модница. Судя по весу... Ого. Там шкафа два, наверное, ты привезла с тобой. Давай будем разрешивать. Ну, рассказывай, куда ты всё это носишь? Что-то гуляешь с детьми, что-то, возможно, даже на выходы. В чём ты гуляешь с детьми? Я так думаю, что вот в этих... Да. В костюмах. В толстовках, в костюмах. Они у тебя в изобилии. Я бы даже сказала, что только они тут одни и есть. Прозвучало слово «на выход с подружками в кафе». Это что там делаешь? Это, возможно, вот это. В джинсах. А откуда такая страсть к спорту? Мне кажется, тебе любой спортивный тренер позавидует, потому что у тебя здесь просто набор неделька. Просто не понимаю, может, в чём-то. Но мне это, главное, кажется, удобно и не совсем страшно. Мероприятия бывают семейные какие-то, да? Но я часто, бывает, отказываюсь от них, потому что мне нечем пойти. Я смотрю, у тебя здесь ни одного платья нет. Что для девушки с такой... Что вообще для девушки? А для девушки с такой фигурой замечательной, это просто преступление. Платьев нет. Юбки, кроме спортивных, с начёсом тоже не видела, да? То, что ты назвала на выход с подругами, значит, не спортивная. Это вот эта вот блузка, да? Которая тоже весьма сомнительная. Слушай, давай с неё и начнём. Вот так ты выходишь в кафе с подругами. С чем вниз ты её надеваешь? Джинсы. Давай, мерей. Ты сама эту блузку покупала? Да. Вот расскажи, ты пришла в магазин, и что? Наверное, видела кружево. Да. Я подумала, что, может быть, что-то другое будет на моём толстовке. То есть ты клюнула на кружево, но при этом всё равно не смогла отказаться от спортивной ткани, потому что она ничем не отличается от твоих футболочек спортивных. То есть, в принципе, эксперимент такой неудачный. Во-первых, потому что ты всё равно выглядишь в этом как в футболке, но к которой зачем-то нелепо прилепили кружево. Причём для всех, кто любит кружево, девушки, следите, пожалуйста, чтобы на кружеве не было блеска. Потому что он сразу выглядит дёшево. Скажи, пожалуйста, у тебя такая красивая татуировка. Покажи, похвастайся. Ты давно её сделала? Давно. То есть, как мы с тобой будем подбирать тебе гардероб? Тебя она смущает, не нравится. Ты сказала, что у тебя есть светские выходы куда-то. Как она вообще? Она совместила с твоей жизнью? Хотела бы скрыть. Хотела бы скрыть. Тебе хотелось бы её скрыть. Отлично. Мне кажется, что ты та девушка счастливая, которой идёт практически всё. Но при этом эта счастливая девушка что делает? Она надевает на себя какие-то бесформенные трёхслойные, пятислойные кофты. Почему ты их надеваешь? Тёплые. Тёплые. Тёплые, удобные. Гулять с детьми. Да. Скажи, пожалуйста, а тебе приходила в голову мысль, что не только кофты с начёсом типа толстовок могут быть удобными? Нет. Давай будем мерить вот это безобразие, с чем ты носишь. Давай наденем брюки, да, вот. И посмотрим, как это выглядит на тебе. Давай. Ну, что ты скажешь? Удобно. Удобно вообще не отрицаю. Но тебе не жаль такую красивую фигуру, такую талию, грудь, плечи прятать под такие балахоны? Никогда не стремилась показывать, поэтому... Кому-то, может быть, другому, с лишним весом, там, с каким-то складочками на животе. Ну, более-менее простительно, что она так замаскировала под такую небрежность. Но когда такая прекрасная дюймовочка стоит, и вот тут вот висит где-то между коленями, тут вот так вот все собирается в складки, и при этом это 10 штук, я не против. Ну, давай он будет один или два. Выберешь самый любимый, пусть живут, ладно? Хорошо. Еще у тебя склонность к переборам. Тут бабочки на молниях, тут клепочки, тут молнии, агрессивный такой принт, карманы. Здесь у нас розовая кукла Барби блестит на кармашке. То есть где-то в каких-то местах не хватает лаконичности. То есть джинсы имеют право быть просто джинсами, их не обязательно чем-то расцвечивать. Ну, и здесь, конечно, ты превзошла саму себя. Я вот только так могу показать, потому что у меня глазам больно смотреть. Это то ли новогодний шар, то ли это фольга, непонятно. Зачем ты это носишь? С джинсами, джинсами. Давай, Мири, с джинсами и возвращайся. Она очень блестит, она блестит чересчур, она забивает вообще твое лицо. В общем, катастрофа полная. Я тебе хочу показать, что не только вот такие вот одинаковые кофточки могут быть удобными. Очень интересно. Да? Договорились. Все, до встречи в магазине. Все, давай, пока. Пока. Ой, здравствуй. Здрасте. Андрей Кухаренко. Психолог. Какую черту своего характера ты хотела бы улучшить за время участия в нашем проекте? Ну, наверное, стать добрее и проще, наверное, учиться с людьми контакт находить. С какими людьми? Ну, вообще с родственниками, естественно, кто выше меня, что ли, старше, авторитетней. Ну, правильно ли я помню, со слов Ксюши, что у тебя какие-то были трудности во взаимоотношениях с семьей супруга? Да, были. Родственники стараются об этом как-то конфликт забыть, но мне кажется, что-то осталось еще. То есть тебе выгодно, чтобы этот конфликт был жив? Не могу сказать, что выгодно. Конечно, хотелось бы забыть, но я не могу этого забыть. То есть не хочешь его забывать? Мне не получается. Сколько ты была знакома с супругом до свадьбы? Недолго. Мне кажется, даже года они были знакомы. Что ты сделала для того, чтобы поближе познакомиться с семьей будущего мужа? Наверное, ничего. То есть тебя не интересовало, как там устроена жизнь? Нет, мне интересно, мне муж рассказывает, и я об этом только оттуда, наверное, все и знаю. То есть лично ты ничего не делала для того, чтобы узнать поближе уклад семьи мужа? Ничего, получается. То есть ты понимаешь неуважение? Да. Знаешь, я чувствую, что у тебя какая-то душа ненависть, которая просто разъедает тебя. Когда мы с тобой беседовали, помнишь, как ты пятые точки назвала своих детей? Помню. Как? Жопа. А сколько им лет? Маленькие полтора и два с половиной. Как считаешь, это тебе зачем своих детей так уже ненавидеть? Ну, я не могу сказать, что ненавижу детей. Получается, что ты делаешь все возможное, чтобы люди стали от тебя шарахаться. Потому что после того, как ты это сказала и ушла, мы сидели долго и удивлялись этой ненависти, которая прозвучала в словах. Мне даже такое впечатление, что ты как-то в ненависти живешь и уже настолько привыкла в ненависти и в злобе. К себе или к окружающим и постоянно ждешь агрессии какой-то. Постоянно ты с оружием наперевез. Может быть. Вошаг вперед. Думаю, вдруг меня кто-то может обидеть. А вдруг тебя могут поцеловать, полюбить, обнять, приговорить. На мой взгляд я не хочу. То есть ты разрушаешь отношения? Я не специально. Это я делаю. Я понимаю, что я делаю. Я не специально это делаю. А как ты это делаешь? Ну, не знаю. Сразу как-то хоп, всплескают эмоции, хоп, и все. Мне легче. А им? А им, естественно, нет. Они знают, что у меня такой характер и стараются. Ну, и отвечают мне в ответ, да, то есть грубость на грубость, а понимают это. То есть ты такая местная сумасшедшая. Да. Очень часто человек так бурно реагирует на других людей, особенно на близких, тогда, когда в глубине души он знает, что с ним что-то не так. И тогда, чтобы скрыть, что с ним что-то не в порядке, человек начинает мочить близких. Так я не могу понять, в чем не в порядке во мне. Я не считаю, что это в себе какие-то недостатки, я себя не вижу. А может, ты просто распущенная? В смысле распущенная? Ну, хамка распущенная. А, может быть. Я считаю, что на сегодня достаточно. Ты, пожалуйста, поразмышляй, надо тем, что я тебе говорил над своими ответами. И мы с тобой встретимся позже и продолжим беседу. Поля, помнишь наш разговор? Нет, наверное. Мы говорили про взаимоотношения в семье. Ну, в общем, это и была трудность, с которой ты пришла. Да. А что было важное? Самый вопрос, как эту проблему решить отношения. Скажи, ты видишь какие-то шаги, которые можешь предпринять, например, без нашего участия? Ну, логично. Я вообще могла бы в самом начале взять, позвонить, прийти и начать общаться, как более. Но ты же этого не сделала? Да, этого не сделала. А что можешь все-таки сделать? Не знаю. Не могу понять. Тогда пойдем. Эксперимент заключался в том, чтобы показать Оле несоответствие ее каких-то отличительных особенностей с тем миром, куда она вошла, в общем-то. Проходи, пожалуйста. Добрый день. Добрый день. Ну, это магазин. Я продавец-консультант. Меня зовут Ирина. Меня Андрей. Оля. Очень приятно. Так, мы тогда разденемся. Раздевайтесь. Задача – подобрать вечернее платье для семейного торжества. Ты же семья хочешь на эти отношения? Да. Какое платье вы хотели бы? Ну, что-нибудь таких интерюж, пышного, ничего не хотелось. Хотелось бы что-нибудь строгое. Строгое в пол или по колено, да? Я в пол не представляю себя, поэтому... По колено, да? Я не могу представить, да. Цветовая гамма какая? Нет, никаких предпочтений даже не знаю. Хорошо, тогда поднимайтесь в нашу примерочную, и я принесу вам модели. Хорошо. Далее в программе. Это очень вульгарно смотрится. Может, свитер просто посмотреть вам. Ты теперь самая настоящая счастливая девочка, у которой есть все и даже шляпка. Ранее в программе. Абсолютно успешный брак. Двое детей. Хочу соответствовать семье своего мужа. У нее протест против всего. Женили, детей я нарожала, а хочу гулять, тусоваться. А может, ты просто распущенная? В смысле не распущенная? Ну, хамка распущенная. А, может быть. Задача – подобрать вечернее платье для семейного торжества. Я для вас подобрала вот такие вот варианты. Так, вы, пожалуйста, проходите примерочную и будем с вами мерить. Хорошо. Все. Так. Да. Тебе нравится? Ну, не представлялась я в таком. У меня просто… Извините, у меня просто не скромный вопрос. Это настоящее? Да. То есть это не… Можно я потрогаю? Да, конечно. То есть это не… Ох, ужас какой. Мне кажется, что все-таки противопоказаны открытые платья уже, потому что это… Ну, может быть, другую модель тоже. Хорошо, давайте примерим другую модель. Не представляю, что вам подобрать, потому что, ну, что с такой рукой делать? Ее просто никуда не спрячешь, никуда не засунешь, и это очень вульгарно смотрится, на чем с того, что люди не особо это приемлют, когда это увидят. Я не знаю, может, вам что-нибудь… Может, блузку какую-нибудь, может, свитер просто посмотреть вам. Не, ну, просто можно теплый свитер обычно подобрать, как бы, и все. Ну, 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 как бы тоже не по размеру, и, естественно, опять рука открыта. Подожди, а цвет тебя устраивает? Нет. То есть мне не нравится модель? Ну, просто, значит, вы их просто не носите платье, это сразу видно. Ну, проходите, давай чем-нибудь такое померим с вами. Ну, на самом деле, мне платье очень нравится. Мне нравится, как оно сидит, оно очень, правда, красивое. По размеру, и, ну… Очень красиво. Да. Ну, правда, как вам, нравится? Нравится. Нравится. Скажи, а как могут отреагировать родственники, твои родственники со стороны супруга? Ну, более… Более старшие родственники. Ему, естественно, это не понравится. А не понравится все, что на платье-то шикарное? Вот это не понравится. Ага. Кто еще что-то примерил? Хорошо. Оля сделала эту татуировку, когда уже был первый ребенок, когда она знала семьи мужа. Когда она уже понимала, а чем вообще это дело закончится. Но Ольге было важно не собственная жизнь, а показать собственную позицию. Вот она такая, и если вас что-то не устраивает, идите отсюда вон. Ну, вы сами понимаете, что платье, наверное, вам правда противопоказано. В данном случае, кроме свитера или блузки, я ничего посоветовать не могу. И в данном магазине, я думаю, вы ничего себе не найдете. Ну, переодевайся. Знаешь, я когда наблюдал за этим процессом, для меня вдруг дошло, как будут примерно развиваться события. И как ты, скорее всего, хочешь, чтобы они развивались. Так. Знаешь, через некоторое время тебе начнет стесняться муж. Еще раньше тебя начнут стесняться у родителей. Ты будешь для них чумная. И перед ними встанет такой нелегкий выбор. Присоединиться к чуме или от нее дистанцироваться. Ты же этого сама хочешь или хотела, по крайней мере. Что? Стать настолько другой, чтобы от тебя стали держаться подальше. Не знаю. Мне кажется, те, кто хотят быть со мной рядом, они будут рядом, и татуировка им не помешает. Получается, ты же что-то знала про семью мужа. Согласна? Когда делала? Да. При этом ты это все равно сделала. Ну, ты тогда не задумался об этом? Я думаю, ты понимала последствия. И ты делала назло. И вот как я тебя ощущаю, ты очень многие вещи делаешь назло, чтобы побольнее. И ты мне даже как-то говорила, что ты уже управляешь мамой мужа через детей. Ну, я не могу сказать, что управляю. Но как факт остается, да, они прекрасно понимают, если я не захочу чего-то, то так не будет. Правильно? Это же тоже мой ребенок. Да. А если ты захочешь быть чумной, то ты станешь чумной. Потому что именно ты так захотела. И тебе по жизни плевать на других. Неправда. На моих близких мне не плевать. На каких? На самых близких. Мама, папа, сестра. А мужа ты не назвала? Да. Ну, следующий пришел в мою жизнь. Поэтому самым близким, если он остается. А люди, которые подальше, это уже муж и его родственники. Они другие, и поэтому, возможно, чужие. Чужие? Ты ни разу не упомянула детей. И я понимаю, почему это произошло. Дети, они и от мужа в том числе. Ну, да, это и... Это общее и туда, и туда. Ну, в связи с тем, что ты их не упомянула, я думаю, ты где-то глубоко-глубоко их тоже считаешь чужими. Ты делишь свое ближайшее окружение на два лагеря. Свои и чужие. Ну, пока так. Ну, да. Согласна? Ну, где-то да. Я вас прошу, когда вы начнете что-то творить со своим телом, а тело – это домик души. Просто знайте, что вы автоматически что-то делаете с собственной душой. А думайте про последствия. Когда вы делаете татуировку на лбу или на каком-то другом месте, ну, просто понимайте, что есть круг людей, которые с восторгом смотрят на татуировку на лбу. А есть родительские собрания в школе. И, пожалуйста, помните, что вам не всегда 18 или 25 лет. И когда-то придет время, которое скажет, а пора за прошлое расплачиваться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, здесь висит что-то отличное от твоих толстовок, которые висят у тебя дома? Совсем другое. Давай я тебе покажу, что значит не только удобно, но и красиво. У тебя появляются лондонские дэнди-брючки, которые мы будем надевать с вот таким джемпером. Обрати внимание, что у него пуговки сзади. Красиво. И который мы наденем с вот такой сорочкой. И не все. Мы из тебя будем делать, уж быть, лондонской дэнди, так уж быть до конца. Мы надеваем вот такую шляпу. И давай наденем с тобой, помоги мне, возьми туфельки, пожалуйста, бежевые на каблучке. Опа. И возьми, пожалуйста, вот такую объемную сумку. И мы с тобой соберем образ, который будет и удобный, и стильный, и на все случаи жизни. Держи. Ну что, как тебе твой новый образ? Необычно, но интересно. Ты такая, слушай, вообще ты такая стильная в нем. Давай обратим внимание на детали. Джемпер нужно носить именно так, как ты сейчас его надела. Должны торчать всегда манжетики. Должен обязательно виден быть край рубашки. И еще такая вот деталь. Такая расцветка джемпера называется меланж. И она отлично сочетается с твоей такой клеточкой на брючках. Но как тебе твой новый образ, который не просто удобный, я так предполагаю, но он уже и красивый, и стильный. Что ты скажешь? Да, и главное еще и теплый, классно, очень удобно. Я хочу тебе показать еще один удобный образ. Это уже не такой приглушенный джемпер, как на тебе, а яркий с косами джемпер. Сорочка специально подбирается ярко и не повторяет желтый цвет, чтобы добавить новый цвет. Это синий. А брюки имеют право быть вообще третьего цвета. Они будут ярко-бирюзовые. И у тебя получается вот такой вот яркий, солнечный. Удобный, скажи мне? Да, думаю, очень. Тоже удобный, но не твои серые толстовки, понимаешь? Теперь давай от таких вот, скажем, повседневных образов перейдем к такому более женственному. Я хочу показать тебе вот это платье. Приталенное, с длинным рукавом, потому что я помню, что мы с тобой договорились подобрать так, чтобы скрыть нашу с тобой татуировку. Мы будем с тобой примерять вот такими туфельками. И, внимание, с носочками, с вот такими вот кружевными резиночками. И раз уж у нас такой с тобой женственный ретро-образ, давай мы его дополним вот такой сумочкой. Все, класс. Давай, я тебя жду. Посмотрим, давай. Ну что, моя Олечка, куколка-балетница, как тебе? Мне нравится. Не представлялась я в таком. Конечно, после твоих толстовок безразмерных очень трудно вообще представить, что у тебя фигура такая шикарная. Посмотри, как тебе идут такие силуэты. Длина абсолютно твоя. Здесь такая жаккардовая текстура. То есть оно не просто какое-то черное скучное платье, оно с такими вензелями. И видишь, как сюда отлично дополняются носочки с кружевом. Куда ты так отправишься? В кафе, даже по себе так пошла бы. Ну что, меряем следующее? Да, давай, посмотрим. У тебя появляется такой более вечерний, более яркий образ. Держи. И возвращайся ко мне. Ну как? Тебе необычно, но красиво. Яркий цвет у тебя появился. Посмотри, какой ярко-синий, васильковый цвет. Как тебе после серого? Красиво. Красиво, свежо. У тебя золотая фурнитура на блузке, золотые пуговицы, у тебя золотая сумка и такой более приглушенный золотой, даже золото-бронзовый блеск на юбке. Но ты знаешь, эта юбка у тебя подходит не только к этой блузке. Если ты соскучишься по своим толстовкам, то у тебя появляется вот такая толстовка. Вот с этой же самой юбкой в бронзовых тонах и в бронзовых тонах камни, пожалуйста, ты можешь носить эту толстовку. И будет более такой спортивно-шикарный, может быть, даже более casual вид. Так что видишь, какой у тебя получился составной гардероб. Кстати, точно так же, если ты захочешь замесить классику со спортом, ты можешь носить и вот так, с этими брюками. Да, куда угодно можешь так пойти. Да, ты теперь самая настоящая счастливая девочка, у которой есть все и даже шляпка. Да. Ты рада? Да, очень. Очень все нравится. Необычно, но очень здорово. Ты теперь отправляешься к Жене, а мы увидимся уже с тобой позже. Все, хорошо. Счастливо, пока. Привет. Привет, меня Женя зовут. Оля. Присаживайся, мне очень приятно. Евгений Седой. Ультрамодный парикмахер. Так, ну, конечно, видно, что проблемы с волосами есть, да? Да. Большие. Серьезно? Большие? Выпадают сильно. Ты занимаешься этим? Да, лечу. Я смотрю, ты давно не красилась именно по этой причине, да? Мы с тобой окрасим их сегодня очень правильно. Несмотря на то, что это будет такое ощутимое окрашивание, оно будет для твоих волос достаточно безопасное. Ты не потеряешь ни одного волосика лишнего. Поэтому ты не переживай ни в коем случае на эту тему. Вот. И в следующий раз, когда ты будешь краситься, старайся, чтобы краска не попадала на кожу головы. Ну, минимально попадала на нее. Хорошо? Это как? Это окрашивание на планшетах. Когда ты подкладываешь под прядь планшет и наносишь на планшет краску. Не на кожу, а на планшет. Понимаешь, да? Все, мы с тобой отворачиваемся, занимаемся цветом. Ты готова? Готова. Не боится? Чуть-чуть. Не бойся. Так, мы с тобой... Вернее, я закончил свою часть работы. Юра, заходи, мы знаем, что ты там. Какая прелесть. Олечка, привет. Привет. Привет, Жень. На самом деле у Оли все на месте. Я согласен. Бог ей послал все, что должен был послать в смысле внешности. Мне остается только подчеркнуть природную красоту. Олечка, пойдем в мою мейкап-студию. А я к вам присоединюсь. А ты к нам присоединишься, и тогда мы тебя развернем к зеркалу. Пойдем. Олечка, присаживайся. Добро пожаловать в мейкап-студию. На самом деле ничего сложного мне в работе с тобой не предстоит, потому что ты от природы красивая девушка, и нужно подчеркнуть то, чем тебя природа одарила. Готова? Готова. Ну, давай начнем. Далее в программе. Устал это делать по второму разу. Рука болит. Тебя не дозваться. Чего ты плачешь? Не плачешь. Нет, ты плачешь. Не жаль, я вижу. Ну ты что? Юр, ну давай, прекращай бить человека щеткой по лицу. Щеткой подкрой. Тем более, что уже все давно готово. Какая свеженькая. Я уже устал это делать по второму разу, потому что... Рука болит. Тебя не дозваться. А не надо меня звать, меня надо призывать. А нужно было сказать шепотом, и ты бы тогда к нам прибежал. Слушай, как ты вот так смог разобраться с бровями? Я думал, что невозможно. А есть один секрет. Олечка, слушай внимательно. Во-первых, я использовал комбинацию серого-коричневого карандаша, но коричневого я использовал чуть больше, потому что у тебя верхняя линия роста у бровей практически отсутствует. Поэтому необходимо сделать ее более наполненной. То есть прям вот по верхней линии роста формируем достаточно прямую форму бровей, гармоничную с линией губ. И потом берем на кисточку карандаш. Помнишь, ты спросила, что я делал? Я при помощи жесткой скошенной кисти брал прям карандаш на кисточку и растушевывал границу карандаша. Поэтому бровь смотрится гораздо шире, форма более правильная, и при этом сохраняется естественность формы. Для тебя это очень важный момент. За волосы? За волосы. Что это было? За волосы. Принимаемся за волосы. Принимаемся за волосы. Сейчас, не, мне кажется, лучше так. Оль, ты готова повернуться к зеркалу? Мы видим, что готова. Прекрати вот эти нервы, эти слезы. Заранее. Да, заранее. У тебя еще будет повод, может быть. Надеюсь, не будет. Никогда у нее поводы плакают. Точно не сейчас, но от счастья. От счастья. На самом деле. Раз, два, три. Это не я. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, закрывайте глаза. Нет, их надо открывать. Я веду сюрприз. Гаду. Гаду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой, какая красотка. Привет, Олечка. Привет. Оль, ну давай рассказывай, чем ты довольна и чем ты недовольна. Да довольна вообще во всем. Все мне очень понравилось. Вообще все. Что было самое сложное? Самое сложное, это, наверное, все-таки эксперимент, разговор психолога. Что был за эксперимент, Андрюш? Да простенький. Как обычно. Как обычно, что пару бегов за человеком? Нет, нет, нет. Пошли, зашли, вышли. Угу. То есть это просто был диалог. Куда зашли-то? Да, в магазин за покупками. Рабочее название эксперимента – это подготовка к семейному торжеству. Для чего это было все сделано? Из-за беседы с Олей, наблюдений, также беседы с супругом, стало понятно и очевидно совершенно, что Оля себя ставит гораздо выше других людей. Эксперимент заключался в том, чтобы продемонстрировать Ольге, насколько вот велик ее протест по отношению к окружающим. И одно из проявлений этого протеста – это и вот трансформация собственного тела. Татуировка. Мне нужно было создать такие условия, при которых вот это вот противоречие было бы явным и очевидным. И когда я еще потом беседовал с Ольгой, она сказала простую вещь, что вообще весь мир делится на две составные – это свои и чужие. Вот в свои она причисляет себя, сестру, да, так ты говорила, папу. А чужие, простите. А чужие – это муж и все остальные. А дети, они где-то посередине. Ну, то есть причина все-таки в том, что тебе некомфортно в том обществе, да, в которое тебе нужно выходить вместе с семьей. Да, можно сказать. Меня больше волнует вот этот психологический момент, да, внутренний, потому что действительно было очень сложно тебе и тяжело. Сейчас как? После разговора с психологом, это всем, и не могу сказать, что я прям все так сейчас кардиноально взяла и изменилась. Я проблему поняла, у меня это время, чтобы понять все. Первый шаг обычно начинается тогда, когда клиент понимает проблему. Ну, это же. Поняла. Мальчика, а как ты хочешь, вот как ты видишь дальше, ты хочешь жить в семье, вне семьи, вот как ты видишь свою дальнейшую жизнь, она какая должна быть? Да, конечно, в семье, дети, семья, все, все вместе. Чего ты плачешь? Не плачь. Нет, ты плачешь. Ну, ты что? Ну, ты чего прям? Давай просто обсудим, может, действительно, что-то осталось недоработанным, и сейчас мы об этом поговорим, и, возможно, потом... Да нет, нет, я сознаю, все прекрасно понимаю, в лишний раз задумываюсь, поэтому... Мне кажется, молим, мучаем. Она уже сделала важный шаг, она сказала, что ей надо время, это ей тяжело. У меня уже нет в аппаратном... Тяжело признать то, что что-то теперь будет по-другому, и это правильно. Как хочешь по-другому, скажи, потому что иногда это срабатывает, если ты об этом будешь часто говорить и думать, ты притянешь это все. Понимаешь? Ну, я хочу сказать, срок не такой, чтобы взять и изменить свою жизнь. Согласна. Согласна с тобой. Как бы, поэтому это уже дело дальше за мной. Для начала положено, все остальное только решает и ко мне. Почему слезы? Просто вот скажи, почему слезы? От давления, от этого все, от этого слезы. Какое давление? Что ты имеешь в виду? Ну, столько народу, опять же, разговоров, моя личность, что-то поднимается, какие-то истории, поэтому... То есть от того, что твоя история сейчас стала публичной, ты за это переживаешь? Ну, да нет. Ну, сам факт, что где-то покопались. Вот, ну, как бы, все это... Не знаю, не знаю, как сказать. Ну, ты же для этого и пришла. Да. Для себя я поняла, да, что вообще свою проблему я поняла. Вот, говорю, дальше остается дело за мной. Главное, как бы, ну, что я хотела, то я получила. Ты сможешь одна со всем этим справиться? Или все-таки ты скажешь открыто обо всем мужу, чтобы он тебе помог в этом во всем? Вместе решим. Ну, вот порой, даже когда у нас есть все, мы иногда можем внутри себя чувствовать себя несчастными. И, ну, на самом деле, возможно, иногда мы имеем на это право. Дай Бог, чтобы в твоей жизни, вот, благодаря нашей программе, благодаря ребятам, ты просто задумаешься, и, возможно, действительно, тебе не все покажется таким серым и плохим, да? И что, на самом деле, может быть, ты действительно в своей тарелке сидишь. И это то, что делает тебя счастливой. Да? Я думаю, что только так может быть. Мы будем бежать, надеемся, что мы как-нибудь встретимся с тобой еще раз, да? И ты расскажешь, что... Ксюха, ребята, я все поняла. Я была такая дура. А теперь я такая счастливая и умная. И красивая. Давай. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тише. Снимай мотор, мотор. Ну, не волнуйся, так ну что ты, господи, возьми тебя в руки. Все, ребят, ну, правда, сейчас 6. Куда? На второй девочке еще конь не валялся, да? СМЕХ СМЕХ Ой, 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 что это было? СМЕХ Да. А кто это? Оля. СМЕХ Улыбайся, пожалуйста, когда меня видишь, потому что это приятно. СМЕХ СМЕХ На самом деле очень агрессивный человек. То есть это тихий ом. Он всегда на семью орал, нас бил. Она прям вот такой тиран. Он не виден, он не любит ничего. С мужем секса нет. Может быть, в этом как раз и главная беда. Почему я так бы стала, я не понимаю. Что за жесть, блин. Вы хотите сделать из меня на всю страну дурой. В общем, финал мы обещаем крутой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова